И всем привет, ребят! С вами Стром Ванк, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства на Hopper Driver. Уже буквально завтра у каждого из вас будет возможность его получить на свой аккаунт. Ну а мы сегодня его протестируем. Я покажу возможность реализации этого замечательного устройства. Ну и посмотрим, насколько быстро накапливается овердрайв с новым драйвером на Hopper. Если вам подобного рода видео руки нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунте установите ему личный такт, тактимпе. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Ну а мы сегодня возьмем наш Hopper с драйвером, с пушкой, которая может нам дать ваншот по противнику. Плюс дает отличный сплэш урон. Это гром. Это гром с вакуумными снарядами. Именно его я хочу взять под игру в как раз таки режим, который у нас на сегодняшний момент времени для реализации этого устройства на корпус, наверное, будет лучшим. Это штурм. И нам нужен именно штурм за атаку. Под это все дело мы берем кризиса. Да? И постараемся как можно, как можно жестче влетать в доставки и там наносить урон. Плюс реализовывать свой овердрайв. Поэтому я пикаю в штурм. Что касаемо устройства на ВАСПИК, которое вышло уже у нас тоже сегодня. Если вы вдруг его не видели на канале, можете найти видеоролик, либо в описании я прикрепляю ссылочку. Тоже переходите, смотрите на реализацию ВАСПА. Там меня штурм закинуло за деф. И не сказать, что это было прям супер печально, но не так жестко, как это было бы, если бы я запикался в штурм за атаку. Поэтому в рамках этого видеоролика я хочу исключительно атаку показать и реализацию этого хопера. Поэтому надеюсь на то, что меня сразу же за атаку закинет. Если нет, то надо будет как раз таки перепикивать каточку и попадать за ту самую заветную атаку. И желательно, конечно, чтобы у нас была какая-нибудь такая более закрытая карта, на которой есть возможность словить максимально большое количество танков в одном месте. Чтобы я и урона мог нанести супер много по противнику, и плюс с реализацией доставки получал еще очень быстрый дополнительный овердрайв. Потому что у нас что за очки, что за доставки в 50% быстрее копится оудишка. То есть что за киллы, что за доставки в 2 раза быстрее будет накопление. И это, конечно, работает очень-очень круто. Плюс еще за просто время овердрайв тоже копится в 2 раза быстрее. Соответственно, здесь вообще одни только лишь плюсы. Я, честно говоря, даже немножко удивился этому, потому что раньше в Википедии у нас не было такой информации. Сейчас такая информация появилась. И она для меня стала немножечко таким небольшим открытием, даже я бы сказал. Так, ну и возможно этот видеоролик как раз таки в последний день даст вам дополнительную мотивацию завершить ваш уже начатый ивент с Сабиританчиком. Чтобы забрать как раз таки эти устройства на корпуса. Потому что изначально я на них особый акцент не делал. Даже вот на своем втором аккаунте у меня пока что там ситуация такая плачевненькая. Да, но если вдруг удастся мне сегодня с бесплатной коробки зафармить что-нибудь интересненькое, да, то быть может даже я потрачу еще дополнительные кристаллы, чтобы получить как раз таки эти устройства на корпуса. Потому что вот именно на хоппер под какие-то ивенты с голдами драйвер, я думаю, что будет очень-очень актуален за счет того, что у тебя будет очень быстрое накопление овердрайва. А как вы знаете голды ловятся, ну зачастую именно с прожатием вашей оудишки, да, без оудишки эти, ну голды наверное ловить намного тяжелее. Да, понятное дело, что можно будет драйвер тогда законтрить например тем же оглушением, но если у тебя будет в два раза больше овердрайвов, то у тебя по сути будет в два раза больше шансов на реализацию своего вооружения. Поэтому я думаю, что драйвер будет как раз таки на голдах очень даже неплохо работать, да, например, на тот же Хэллоуин, который уже будет совсем скоро. Бен, у меня чисто кидают только за деф, поэтому наверное давайте я поставлю сейчас видос на паузу и как только запикаюсь за атаку, сразу же мы продолжим. Спустя 4 перепика я все-таки запикиваю за атаку, наконец-то меня запикивает в тот режим, в который я хотел попасть. Да, ну и теперь будем пробовать реализовывать. Карта шикарнейшая для реализации нашего вооружения, поэтому будем пробовать тушить контактик, ну и смотреть насколько быстро будет накопливаться наш овердрайв. Овердрайв у меня уже 50%, просто чуть ли не со старту, что является очень и очень быстрым накоплением. 70% у меня уже есть, буквально с доставочкой у нас будет возможность уже сразу же получить первый ОУДИ. И как будто бы на хоппере этот овердрайв копится значительно-значительно быстрее. Значительно быстрее. Так, давайте. Приветку написал, хотел написать привет, да? Но немножечко не то написал по итогу. Так, давайте попробуем здесь вот так вот сразу же прожать ОУДИшку под доставкинса. Процент овердрайва не будет накапливаться, если вы только-только прожали свой овердрайв. Это дефолт, который работает уже, наверное, со всеми устройствами и со всеми овердрайвами в целом. Поэтому то, что мне сейчас за доставку дополнительный процент не дали, ничего здесь удивительного нет. Но за то, что у меня есть такая быстрая возможность накопления овердрайва, у меня их, ну должно быть, по идее, по идее, в два раза больше. В два раза больше ОУДИшек, которыми можно воспользоваться. Вот сейчас у меня, например, 30%. Мы летим под доставкинса. Главное, чтобы меня сейчас здесь не слили. Микрострейфы. Ах, не доставил, к сожалению. Хотел посмотреть, сколько мне дают процентов за как раз-таки доставку. Потому что за килл дают очень и очень неплохое количество. А вот сколько дают за доставочку, непонятно. 30... 50% у меня сейчас уже есть. И... 57... Ой, сразу сотка. Это сколько, значит, процентов дают? Процентов 50 дают за доставку? Так, надо сейчас просто прожать куда-то овердрайв. Даже без разницы, то что он не залетает ни в кого. Сейчас быстренько сольемся. И я хочу посмотреть, сколько вот мне за доставку дадут процентов. Есть такое ощущение, как будто там за доставку залетает прям супер много. Прям супер много процентов залетает у нас за доставочку. Так, будем пробовать сейчас в леталову делать. Так, и Гаусс пытается по мне, наверное, сводиться. Падаем сюда на низ. Даем плюс скилл. 40% у меня есть. Давай, 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 как-то, как-то, как-то... Не пролез, ну боже ты мой. Ой, не получилось. 50% у меня в очередной раз. Но 50% мне точно дают за доставку. Поэтому, в принципе, здесь ничего не будет удивительного, если у меня сразу же оудишка появится. А вот если бы я мог посмотреть, сколько процентов дается за полную доставку. Надо бы сейчас попробовать как-то реализовать овердрайв и сразу влететь в доставкинса, чтобы посмотреть на количество прироста процента. Но овердрайв 100% копится быстрее, чем у Васпика. Да, то есть здесь прям очень быстрый овердрайв. Да, сейчас вот как раз-таки у меня оверка появляется. Давайте мы ее просто вот так вот нажмем, да. Подождем, пока у нас аудишка сейчас закончится. И по идее... По идее сейчас я могу доставлять и получать, посмотреть процент. Но меня хантер здесь рубанул. Давайте попробуем вот отсюда. Быструю доставочку сделать через низ. По идее просто полетик Феникса мне эту доставочку должен давать. И было 20%. Стало 70%. 50% за как раз-таки доставку. То есть это очень много. Это супер много. 50% за доставку. Это вообще что? И 96%. И 96%. То есть я делаю доставку плюс хотя бы 1, лучше даже 2 килла. И у меня появляется овердрайв на хоппере. Жесть. Просто жесть. То есть это грубо говоря, если быстро все делать, с доставку плюс килл, можно где-то за 20 секунд получить 100% овердрайв. За 20 секунд. Это очень жестко. Это мега жестко. Ну и плюс, как я уже сказал, вот как раз-таки для реализации на каких-нибудь режимах по типу голдовых, да, где вам нужно будет иметь как можно больше овердрайвов, чтобы поймать как можно больше голдов. Вот сейчас был просто доставка килл и просто аудишка сразу. И просто сразу аудишка. Но это очень жестко. Это очень жестко. Это можно всегда себе реализовывать в плюс. И за бой, ну, иметь, ну, наверное, овердрайвов 10. Овердрайвов 10 за бой можно точно смело прожимать. Может быть, даже больше. Да, когда у тебя и за киллы овердрайв очень быстро растет, и за доставки дополнительные. Поэтому вот штурм за атаку, ну, я думаю, что и захват флага и регби тоже будет мега-мега эффективно смотреться в реализации хопера-драйвера. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, немножечко даже в шоке от такого быстрого накопления овердрайва. Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну, и пишите в комментариях, сумели ли вы забрать вот эту вот имбу и получите ли вы ее уже завтра на свои аккаунты. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.